МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В то время, как мы с вами нарезали оливье, сидели за праздничным столом и смотрели по телевизору и голубые огоньки, эти люди для нас с вами работали. Сегодня мы узнаем, удалось ли им на рабочих местах сохранить новогоднее настроение. Конечно, каждый сам выбирал себе профессию. Но ведь мы, обычные люди, и болеем не по графику, и в дорогу отправляемся по разным поводам, независимо от дней календаря. Вот и получается, что пока одни отдыхают и веселятся, другие работают. Да, очень спокойно. Смену начал в том году, закончил в этом году уже. Всю новогоднюю ночь по Могилеву и Бобруйску курсировали троллейбусы. Любой желающий мог добраться до городской елки. И пассажиров было предостаточно. Не обидно в новогоднюю ночь работать? Нет, вообще хорошо. Пассажиры приветливые, поздравляю с Новым годом. Все без кондуктора работал. Покупают талончики, поздравляю с Новым годом. У них зайцев не было? Нет, практически все платят. На зеркале весело качается игрушечный Санта-Клаус. Это напарник купил сувенир, чтобы не обидно было встречать Новый год в дороге, признается Андрей. Начал смену в 23.44, а закончил в 5 утра. Для него это третий Новый год в дороге. Большинство людей пьют в вагоне чай только потому, что это романтично в их понимании. Граненый стакан в железном подстаканнике. И чай в вагоне в дороге особенно вкусный. Это вкус путешествий, наверное, можно так сказать. Полина Кузнецова пришла работать на железную дорогу пару лет назад. Не жалею. Мне очень нравится моя работа. Очень интересная. Очень много общения, очень много новых лиц, людей. Форма красивая. Встретить Новый год на работе, да еще и далеко от дома, Полине пришлось впервые. В новогоднюю ночь мы возвращались с Москвы в Могилев. Везли около 20 человек в вагоне. Пассажиры были все добродушные, спокойные, доброжелательные. Очень много пожеланий, поздравлений мы получили. Мы отмечали тортиком, чаем, коллективом. Как-то все на удивление спокойно. На станциях мы наблюдали салюты в разных городах. Настроение было праздничное. Сам Новый год вместе с пассажирами проводники встретили на станции Вязьма на территории Российской Федерации. Праздник был со мной. Праздник должен быть в каждом человеке. Не праздник для человека, а человек-праздник. Не обошлось и без казусов. Оказался в вагоне путешественник, который, похоже, передвигался железнодорожным транспортом впервые в жизни. Он за полчаса до своей станции, каждая 30 секунд спрашивал, когда мы приедем. Уже приехали? Нет. А теперь приехали? Да. Честно? Нет! Мы уже приехали? Нет. Мы уже приехали? Нет, мы приехали. Мы уже приехали? Нет! Как известно, праздник там приходит не с пресловутой газировкой, а с веселыми и зажигательными корпоративами и огоньками. Это, что уж греха таить, неотъемлемый атрибут Нового года. И если одни граждане выходят на работу по графику или потому, что очередь подошла, другие выбирают работу в новогоднюю ночь вполне сознательно. Например, человек-праздник Михаил Серков. Уже 6 лет возвращается 1 января домой только утром. Не обидно, ты знаешь, нормально. А то количество денег, которое заработано в Новый год, оно позволяет праздник оставить в душе. Миша признается, что как только в его семье появится пополнение, он будет вести праздничные огоньки исключительно дома. А пока... Я не то, что должен создавать настроение у себя, я пытаюсь создать его людям, потому что 31-го я встречаюсь с боем курантов. И кричу людям «Ура!» 11-12 «Ура!» И сам, в принципе, может быть, желание не загадываю, но стараюсь, чтобы у людей настроение праздничное появилось. У Михаила тоже множество праздничных историй. Однажды при встрече Нового года, года кота, молодой ведущий решил разыграть на корпоративе приз. Взял котенка маленького, беленького или рыженького, не помню уже, принес с собой, начинаем разыгрывать, говорю, что такие-то подарки есть, а вот у нас, оказывается, смотрите, у нас есть маленький котенок. И девочки сразу все, ой, какая милота. И проходит буквально минута, и все мужчины на них. Какой тебе котенок? Новый год, зачем тебе этот кот нужен? В итоге, если бы не звукорежиссер, который пришел с женой, котенка бы я забрал себе. А так, как они назвали его Санта в честь Нового года, теперь он у них живет. Вот так. Но самая ответственная работа в новогоднюю ночь, безусловно, у медиков и милиции. Разгоряченные алкоголем, сограждане всегда стремятся сделать праздник более феерическим и запоминающимся. Плюс гололед, плюс пиротехника. Так что расслабляться не приходится. Говорят, в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Но в этом году дежурство прошло на удивление спокойно, рассказывает заведующая приемным отделением Лариса Прудникова. Она и сама встретила Новый год на рабочем месте. Очень спокойно прошло, удивительно спокойно. Никаких пострадавших от взрыва у пиротехники, никаких криминальных травм, никаких таких семейных конфликтов. Ничего не было абсолютно, очень спокойно. Очень приятно, когда в новогоднюю ночь нет пациентов. И люди все здоровы, и мы можем послушать поздравления президента и выпить чаю с тортиком. Делится с нами Лариса Сергеевна. А однажды прибыл к врачам и настоящий Дед Мороз. Правда, не на тройке удалой, а на карете скорой помощи. Привозили Деда Мороза прямо с шубой и со всем, и со снегурочкой. Была там легкая гололедная травма у Деда Мороза, ему просто оказывали помощь по травме. Дед Мороз был такой, ну, внес нам некую долю праздника, оживление в работу тогда. Было даже, ну, такой особенный Новый год, что было тоже очень приятно. Даже подарки нам тут раздавал небольшие. А вот сотрудники оперативно-дежурной службы УВД даже на чай не отвлекались. Не было времени. Хотя новогодняя ночь прошла относительно спокойно. Новогодняя ночь в целом прошла, ну, как для нас, как обычный рабочий день. Ничего нового, но вместе с тем поступило более тысячи звонков от граждан. 430 административных промышлений было зарегистрировано. Ну, вместе с тем мы с поставленной задачей справились. Но порцию своих поздравлений стражи правопорядка все же получили. Традиционно пожелания прозвучали по рации. По традиции заместитель начальника МОП, Волков Сергей Семенович, до этого был Алиоднышкин Николай Федорович, который по радиостанции личный состав поздравлял с праздником, желал всего доброго и успехов в будущем году. В этот год, в связи с тем, что Николай Федорович ушел на заслуженный отдых, его династию перенял Волков Сергей Семенович. Поэтому всем было приятно, что человек, который ушел на заслуженный отдых, он что-то оставил после себя, и эта традиция продолжается. Андрей Тетерюков рассказал, что почти каждый звонок в оперативно-дежурную службу начинался со слов «Поздравляем вас с Новым Годом! Нам нужна ваша помощь!» Но были и просто поздравительные звонки от чистого сердца и с наилучшими пожеланиями. Например, этот. Говорят, загаданные под Новый Год желания обязательно сбываются. Но если вы в новогоднюю ночь трудились, спасали щита жизни и здоровья, охраняли наш покой, везли нас из далеких городов или просто на елку в троллейбусе и не успели ничего загадать, не переживайте. Наших пожеланий в ваш адрес хватит с лихвой. Спасибо. И пусть все у вас будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова